всем привет всем привет дорогие друзья сегодня воскресенье 15 декабря и в Алане началась потрясающая погода всю неделю будет солнце мы пришли в чайную и сейчас покажем что же происходит здесь у нас на набережной в общем оставайтесь с нами на набережной очень много народу солнечно жарко и вот это рыбацкое кафе где можно посидеть попить чай кофе покушать бутерброды и чай делают вот здесь здесь self-service можно приходить и брать чай айхан сейчас возьмет чай айхан чайный когда стаканчик чая стоит 2 лиры висит прайс-лист чай стоит 2 лиры вода полторы также есть кола фанта айран и солев а хлеб с рыбой стоит 15 лет чай декабря мальчик чай чай 2 лиры на банк друзья Беркер мечтает поехать в Россию с самого детства. На Красную площадь, и его детская мечта сбылась. В общем, мы Беркера отпустили, я улетаю в Россию завтра, и следующее видео уже будет из России. И, друзья, в описании к этому видео обязательно смотрите сайт компании Хибины для вас, с которой мы едем в тур по Кольскому полуострову. В общем, будет очень-очень интересно, обязательно смотрите, изучайте программу, потому что многие из вас писали, что они мечтают увидеть Северное Сияние. Так вот, эта компания, она организует туры любого уровня в любое время года, ну и, конечно же, туры на Северное Сияние. Ну а сейчас мы гуляем с вами по Солнечной Алании. Дождливую Аланию вы уже видели, а солнечная Алания, она вот такая. Мы сейчас находимся в самом центре и идем до маяка. Когда выходит солнце, все, конечно же, выходят на улицу. И сегодня народ даже ходил в футболках, потому что, ну, на солнце действительно, действительно очень жарко. Очень много рыбаков. В общем, погода шикарная, и такая погода будет целую неделю. Конечно же, там, где рыбаки, обязательно ходят коты. Рыбаков сегодня очень много. Те, кто интересуется рыбалкой, вы спрашивали, можно ли здесь ловить рыбу. Как вы видите, рыбу ловить можно. И вот такой вот красавчик у нас здесь. Вот такой вот толстый здесь котяра. Но хочет играть и немного царапается. Поймали рыбку. Дети поймали. Ой, 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 все, утащил. Хитрый кот прибежал и украл рыбу у того кота. Вот такая вот у нас сегодня красота. Сейчас пройдемся с вами вдоль набережной. Кто-то ловит рыбу. Кто-то просто сидит, отдыхает. Кто-то прогуливается с детьми. И коты, конечно, шикарные здесь. И на пляже народ тоже сидит, дышит морским воздухом. Очень классно. И целую неделю у нас будет стоять вот такая вот теплая, теплая, супер теплая погода в Аланье. Вот этот вот пляж, который вы сейчас видите, многие, кстати, спрашивают о пляжах в Аланье и где лучше всего отдыхать с детьми, где нет волн. Так вот, на этом пляже, который находится, вот на этом пляже, который находится в самом центре около мэрии, обычно не бывает волн. Там очень плавный заход, заход, песок. Ну, в общем, в любое время года, даже когда на других пляжах волны, здесь волн обычно не бывает. И еще есть один пляж, который находится, где Красная башня. Вот вы видите Красная башня. И спустившись к крепости, там тоже есть пляж. И на этот пляж можно попасть через дверь около Красной башни со смотровой площадки, либо обойти и пройти через одну из крепостных башен и попасть на этот пляж. На том пляже обычно не бывает волн, но на том пляже... Это очень узкий пляж, это дикий пляж. Там нет ни душа, ни кабинок для переодевания, там нет ничего. И этот пляж, ну, он очень красивый, и мы там тоже очень любим плавать. Поэтому вот эти вот два пляжа, особенно вот этот, который вы видите сейчас, вот этот пляж, он очень хорош для отдыха с детишками, для тех, кто не любит волны и любит плавный вход. Даже сейчас, даже зимой на этом пляже, когда вдоль побережья, вот мы с вами обычно снимаем, он вот в том районе, в Обе, где очень большие-большие волны, а на этом пляже даже во время штормов, ну, волны очень-очень маленькие. Поэтому обратите внимание на этот пляж. Ну, и, конечно же, за горой у нас находится пляж Дамлаташ и Клеопатра на другой стороне. Одни из наших самых любимых пляжей. Это, конечно же, пляж около крепостной стены и пляж Дамлаташ. Ну, и Инжекум. Как я уже сказала, всю неделю у нас будет жарко, солнечно, поэтому неделя перед Новым Годом будет жарко. И, кстати, на Новый Год обычно в Алане бывает маленький дождик, что не очень приятно, но все равно классно. А на набережной много людей, и вот так вот выглядит пляж с берега. Очень много рыбаков. Народ, конечно же, вышел на улицу. Такую солнечную погоду. Можно купить кукурузу, вату. Ну, и, конечно же, многие из вас спрашивали про каштаны. Так вот, вот эти вот каштаны продаются на рынке. И обычно их жарят на гриле. Жареные каштаны выглядят вот таким вот образом. И по вкусу они похожи на... Ну, что-то напоминает картопель. Но на гриле они очень вкусные. Можно, конечно же, сделать и дома. Но на гриле они намного вкуснее. Особенно, когда холодно. Можно гулять по городу и кушать эти жаркие каштаны. Здесь совсем недавно на этой площади был рождественский рынок. Видео смотрите на моем канале. Видео с рождественского рынка. А сейчас стоит елка, и написано... Счастливого Нового Года! Счастливого Нового Года! Счастливого Нового Года! Мы в группе на фейсбуке. Поэтому не забывайте заходить в эту группу. Ссылки в описании. Ну, а мы идем дальше по набережной. По всей Алании вы можете видеть вот такие вот статуи. Из мрамора. Так вот, вот эти вот статуи, их делают мастера резьбы по камню. Каждый год в Алании проходит фестиваль резьбы по камню. И каждый год даются различные темы. И потом вот эти вот все скульптуры выставляются по всему городу. В различных парках, на улицах, на набережных и так далее. Поэтому, если вы видите вот такое вот большое количество скульптур в Алании, не удивляйтесь. Это скульптура с фестиваля. В Алании зима. В Алании всегда зима зеленая. И вот эти скульптуры, это скульптуры этого года. Их сначала выставляют для того, чтобы люди смотрели, а потом расставят по всему городу. Здесь спортивная площадка, на которой можно заниматься на разных тренажерах. И с этой стороны набережная уже заканчивается, и мы выходим на бульвар Ататюрка. Как я всегда и говорю, погода в декабре очень переменчивая. Над морем ни одного облачка светит солнце. А с той стороны, посмотрите, уже грозовые облака. Хотя, по прогнозу погоды, сегодня будет только пасмурно. Дождя не обещают, но очень грозные тучи со стороны гор идут. Цветут цветы. Ну и, конечно же, пальмы. Куда без них. Высокие, низкие, всякие разные. Зеленые создают такую атмосферу. Приятно даже в зимнем городе. Мы выходим сейчас на набережную. Идем мимо одного из пляжных баров. Здесь, конечно же, вода зимой спущена в бассейнах, но летом, конечно же, вода есть. И здесь тоже очень красиво, когда расставлены все шезлонги, голубая вода, море. Вот вы видите даже сейчас вдалеке, как мало было волн на том пляже, и какие сильные волны сейчас уже здесь. Город оживился. Друзья, сейчас около 4 часов дня, и на Аланью опустились тучки. В общем, солнышко уже зашло. Мы сейчас возвращаемся обратно домой, потому что мне надо собирать чемодан. Завтра я улетаю. Ну, а с вами, с Айханом, мы увидимся уже в России. Слово на горящуюся. Да, встретимся. Встретимся уже в России. Следующие видео будут тоже из России. Поэтому мы с вами прощаемся. Желаем всем всего хорошего. Всем пока-пока.